Доброго времени суток, мои приятные молодые люди, меня зовут Ильдар и вы на канале Приятный. Ильдар, давно с вами не виделись? Всё почему? Да я не знаю, чё-то вдохновения не было, а сейчас появилось. Я отдохнул, съездил в Амстердам, поел там. Ну вы поняли, короче, я приехал отдохнувший, весёлый, прекрасный, в отличном настроении и готов поднимать его вам. Конечно, есть немного эха, потому что я сменил локацию, потому что я устал от тёмного фона, но тёмный фон всё равно меня преследует вот с этой стороны, надо что-то делать. Ну хотелось, в общем, что-то поменять в своей жизни, я поменял фон. Ложишься ты так вот ночью спать и думаешь, господи, надо что-то поменять в своей жизни с завтрашнего дня. Всё! Я перестаю неправильно питаться, я начинаю заниматься спортом, я перестаю смотреть всякую дичь в интернете. И на следующий день ты всё так же лежишь с пивком вечером после работы и наслаждаешься вот этим роликом. Господи, это ли не счастье? Зачем что-то менять? Ты сейчас думаешь, конечно, об этом. Жизнь и так идеальна. Наслаждайся ею. А я, пожалуй, посмотрю вместе с вами и постараюсь как-то прокомментировать всю дичь, которая происходит на «Давай поженимся», потому что туда пришёл... Блядь, ладно, сейчас вы всё увидите. А в продаже имеется самый приятный мерч. Худи, свитшоты, толстовки и не только. Ссылочка, конечно, в описании под видео. Грузеева, это «Давай поженимся», добрый день. Сегодня у нас невесты две Анастасии и Тиффани. Тиффани, походу, упала в тот же чан с химикатами, куда и упал Джокер. Мне кажется, эта подруга зашла в столовку, начала жрать пельмени. Два куска просто прилипли к губам, она посмотрела в зеркало и подумала, бля, неплохо. Просто накрасила сверху и пришла на передачу. А может, она пельменный барон, может, у неё завод свой по пельменям есть. И она как бы просто занимается прямыми продажами. Она пришла с двумя огромными пельменями и такая, а, смотрите, пиздатые пельмени, сибирские, бля. Понимаете, просто бренд ювелирных украшений начал заниматься и пельменями. Бороться они будут за Сергея. Я ни на что не намекаю, но мне кажется, этот человек-паук обоссался. Я так понимаю, героев для передачи «Давай поженимся» давным-давно набирают в дурдоме. Потому что объяснить происходящее вот на данный момент на сцене этой импровизированной абсолютно невозможно. Выбежал какой-то великовозрастной дебил в костюме Спайдермена и... Блядь, что... Это первый канал. Вообще прикольно, что они идут в ногу со временем и как бы они уже перестали ориентироваться на бабок и перестали подходить серьёзно к тому, что там происходит. Вы молодцы. Но, бля... Блядь, ладно, вы молодцы. Я бы, наверное, этот ролик не снимал, если бы там не было этой херни. Он на сцене себя ведёт так, знаете, вот когда вы с пацанами играете во что-то, и вам пиздец как весело. Вот в детстве такое было, знаете, вот у тебя счастье какое-то, что ты встретился с друзьями. Ты когда взрослый, у тебя уже счастье такого не появляется. Когда там бутылочку накатите, вот тогда может быть слегка. А в детстве ты прям всему радуешься. Новая игрушка, там картридж, ещё что-то. Вы с друзьями встречаетесь, бежите на диван. Просто там начинаете кувыркаться, веселиться, и вот этот чувак, походу, счастлив. Просто он сумасшедший. Я просто по твиттеру, на самом деле, ориентируюсь. Захожу, и там все хотят что-то умереть, набухаться, ещё что-то. Такая лайв, как говорится. Капец вам всем. Сергей, 28 лет. Из-за большой любви к жене взял в кредит миллион рублей. Но деньги не смогли спасти отношения. Искренне не понимает, для чего выплачивать долг, если брак всё равно разрушен. Я говорил, он сумасшедший. Сергей раньше служил по контракту в воздушно-десантных войсках. Однажды он ударился головой, и теперь он думает, что Спайдермен. Гордится тем, что в родном Новороссийске прославился как Человек-паук. Как Человек-дебил. Бля, просто. Взял кредит, чтобы сохранить отношения на миллион рублей. Развёз, выплачивает кредит, работает таксистом и бегает в костюме Человека-паука. Просто идеально. Мама тобой гордится, братан. Стать миллиардером. Хотел стать миллионером, а в итоге стал долб... Сергей категорически отказывается связывать свою жизнь с толстушкой, тусовщицей или худощавой обманщицей. Влюбится в красавицу с открытой душой и весёлым нравом. Вот вроде идиот какой-то, а запросы просто невероятные. Стоит какой-то классический десантник под водкой и такой... Хочу, бля, идеальную бабу себе. Я, бля, идеальный Спайдермен. Я бомбить умею. Я мужик. Я мечта любой женщины. Хочу себе Анжелину Джоли. Для которой он станет настоящим супергероем. Ну, привет, паучок. Здравствуйте. А пижамку-то придётся снять. Это моя вторая жизнь, я сниму, конечно. Ну, понятно. А то такое ощущение, что вы от кого-то скрываетесь. Мне кажется, он очень весёлый. Ооо, девушки. Да, 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 он очень весёлый. Потом, знаешь, какая-нибудь ему херня в голову стрельнет, захочет себе костюм железного человека, потратит все деньги, возьмёт кредит на тебя, на твою мать, на собаку и посмотришь, как вы потом повеселитесь. Мне кажется, он уже тебе подойдёт в этом плане, потому что ты тоже очень креативная. У меня две жизни. Две жизни? Опасно. И четыре сердца. Боже мой. А четыре-то на кой? Ну, два на костюме и два в душе. А два зачем в душе? А, извините, конечно, но у меня два сердца в душе. Что значит два сердца в душе, блядь? Два сердца в душе и ноль мозгов. Классика. Была остановка сердца, поэтому... У вас новое сердце? Два дня рождения. А, дня рождения? Ну, операции не было на сердце? Нет, у меня была операция, у меня титановая пластина здесь. Боже мой. У меня солдата спас, так вышло. Он на моего деда вообще-то похож. Это, конечно, великолепный поступок, но теперь понятно, почему парень такой с ебанцой небольшой. Просто невзначай я так рассказал. Вы знаете, я солдата спас. Да я вообще людей постоянно спасаю. Бабушек перевожу через дорогу, деньги им раздаю. Социальные ролики снимаю в инстаграм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, блядь. На моего деда вообще-то похож. Так он же у тебя умер. Прикорбить. Покойного. Человек-паук настолько плохо выглядит, что его сравнили с покойником. Братан, завязывай бегать в своем костюме, ты даже солнца не видишь. Малыш, рассказывай. Был такой момент. В 14-15 году я стоял на 23 февраля дежурным. Пришел пьяный десантник, который старше меня там служил. И получилось так, что он пьяный, врывался в дверь, стучал дневально, не узнал его. Войнское звание, фамилия цели прибытия. В итоге дневально открывает. Тот начинает с такими глазами на него кидаться, выхватывать нож и ему в живот. Я, как мужчина, понимал, что это солдат срочной службы, ему нужна помощь. Я перехватил нож. В итоге получилось, что три удара пропустил, он КМСник по рукопашному бою. В общем, собой перекрыли фактически. Я поступил как мужчина, и я считаю, что я спас человека. Зато он герой, Настя. Ты за ним будешь, как за каменной стеной. Это, конечно, все классно, но когда человек, блядь, хвастается хоть чем-то, у меня все равно какое-то такое небольшое отторжение. Типа, я спас человека, я мужчина, блядь. Я считаю, что это отличный пост... Ну, понятно и так, блядь. Понятно и без пояснения, это классно. Ты мог рассказать, да, свою историю, окей, но... Я спасаю людей, и я охуенный. Вы знаете, я, блядь, обожаю себя. Я один раз решил проявить вот героически этот поступок, и я им горжусь. Да, братан, это классно. Это классно, но как-то поумерь, блядь, свой пыл. Поумерь. Это и так ясно, без твоих комментариев, что ты классный. Просто когда человек говорит, что он классный, блядь, что бы он ни сделал, к нему появляется небольшое отторжение. Девчонки, а еще... Три удара я пропустил. ...в Новороссийске спасают людей от злых сил. И у нас даже это задокументировано. Мы можем посмотреть. Спасибо. В общем, мы занимаемся пробежкой завтра. По лесам, тут бегаем, по горам. На карусели. Ну и я с вами на чуть-чуть час пройдусь, а потом пойду ее спасать. В общем, там что-то клюет. Не знаю, поймает, не поймает. Я так и думал, что это какой-то видеоблогер. У него тут еще вот какой-то ник инстаграма написан, наверное. Нет? Короче, срывается. Я считаю, что это просто великолепно пропагандировать. Хорошие поступки, правильный образ жизни и все остальное. Только мне кажется, это нужно делать под правильным углом каким-то, что ли. И часто, когда я смотрю вот эти социальные ролики, как чувак бегает с собакой, там что-то детям помогает, еще что-то, у меня какой-то, блядь, подсознательный кринж. Я почему-то не доверяю такое ощущение, будто бы человек просто хочет больше, наверное, к себе внимания привлечь или, блядь, не знаю, как это работает. Да, прикормить. А поймали какую-то, одну такую поймали рыбку. Ну не я поймал, а вообще. Ты, наверное, поймал, да, рыбку? В общем, жизнь протекает на ура. Все замечательно, все хорошо. Радуемся жизни. Каждое утро у нас пробежки. Ладно, это какой-то не социальный ролик, это просто видеопрезент. Блядь, все равно это кринж, пиздец. Конные прогулки. Знакомство с людьми, общение. Дети, взрослые, все рады мне. И я от этого счастлив. Дети, взрослые, все мне рады. Я охуенный, у меня, видно, член через трусы. Я специально такие вот выбрал, чтобы облегал, как говорится. Вы знаете, я вообще классный. Я самый лучший, возможно, человек на планете. Я однажды спас человека. Я подумал, что я человек-паук, потому что он тоже спасает людей. Да, я немного съебанцой, но я самый охуенный. Вы извините, конечно, меня. То, что он с чувством юмора, это уже видно. Да, но он такой творческий очень человек, мне кажется. Блядь, что происходит? Я не понимаю, что с женщинами происходит? Почему они так, у них колпак едет? Ребятки, я вам хочу рассказать одну историю. Однажды, как-то я спас своего друга. Мы вместе пришли в ночной клуб. Он купил две текилы и предложил какой-то девушке с ним выпить эту самую текилу. Она ему отказала. И знаете что? Я же не брошу друга в беде. Я выпил текилу с ним. Я не дал своему другу накидаться одному. Все. Поэтому я считаю, что я классный друг, да и вообще самый лучший человек, возможно, на планете. У меня на балконе лежит супергеройский костюм Пуджа. Сереж, ну с такими подводами вам можно все кредиты просить. Тем более вы взяли на любимую женщину. Рассказывайте, как так получилось? Ну я взял, в первую очередь, для будущего, чтобы устроить жизнь, устроить семью. Ребят, запомните одну вещь, пожалуйста. Никогда не берите ни на что кредиты. Может быть, ну, квартиру, да, если вы покупаете. В этом есть смысл. Это что-то действительно масштабное. То, что на всю жизнь. Но, блядь, покупать, не знаю, там, стиральную машину в кредит, еще что-то. Надо жить по средствам, как мне кажется. Чувак просто взял миллион рублей в кредит, и по ходу плана возврата он вообще не придумал. Как можно вообще такое делать, господи, боже мой? Живи по средствам, сука. Старайся развиваться, работать как-то. Рано или поздно ты встретишь женщину, которая оценит все твои старания. А ради просто, блядь, какой-то рандомной бабы брать миллион рублей, ну это, блядь, надо быть спайдерменом, наверное, умалюшенным. Где-то на свадьбу, где-то на машину. Взял миллион рублей на свадьбу. Протягивай ножки. Честно говоря, я из деревни, со станицы Новопокровской. Папа всегда был в колхозе. Не с чего помогать, да? Как бы мы жили детство небогато и неплохо. Нет, ну они не сказали, что сынок, с ума сошел что ли? У нас невеста платит. Ну, сынуки уже не все, они не рассказывают. Я с 17 лет живу самостоятельно. Ну, молодец, что живешь, а это дело-то общее, свадьба-то. Я прислушиваюсь старших, прислушиваюсь к папе и маме, но делаю по-своему. Ну, придется ему, конечно, побольше кредитов набрать. Понятно, почему от него жена ушла. Ага, всего лишь миллион. Ха-ха-ха, сука. Бля, дорогая моя Тиффани, ты стоишь максимум пачки пельменей и кофе из KFC какого-нибудь. Началось так, что я не смог обеспечивать. Я трудился в такси, сплит-системы летом ставил. Ну, то есть я всему учусь быстро. Если мне интересно, я научусь. Да, это понятно. И получилось так, что денег не хватало. Она говорит, подруга работает на севере, я поеду. Я ей доверял, я уважал, любил. Были скандалы, все это было. Это у всех бывает. Драки были немножко. Вы знаете, были немного драки. Я уверен, что она ушла из-за денег, а не из-за того, что ей оторвал руку. Вы ее толкнули, она вам дала сдачи. Было такое, что пощечина, да. Я жалею об этом, я отвечу за свои поступки. Мне стыдно очень. В третье я не хочу этого делать никогда. Если он девушку ударил раз, то ударит еще. И сколько бы он на коленях не стоял перед ней, сколько бы цветов не положил к ее ногам, мужчина не исправится. Он еще будет бить. Следующую, вторую, третью, пятую. Ну, я думаю, он сосознал. Я думаю, что он, конечно, сосознал. И как только она катит немного пиваса, у вас будет такой легкий домашний ММА в октагоне. А вообще заметно, что этой посередине девочки понравился наш молодой человек. Как бы бойня не началась в комнате невест. За что вас на пять суток-то задержали? Я таксовал всю ночь. Ну, как бы для... Пожить там, чтобы там машину заправить, еще что-то, чтобы жить. А вы знаете, как-то села в такси женщина, я довез ее до назначенного пункта, и у нее двух рублей. Не хватило мне доплатить, собственно, за поездку. И я, так скажем, применил свое паучье чутье и выпустил в нее немного своей паутинки. Девушка, собственно, не оценила, я попал в каталажку. Я вот живу, как живу. Да, подрабатывал. И с ночи я знал, что она приехала, она скрывала от меня. А я же как разведчик, я что захочу узнать, я узнаю. У меня связей достаточно, и мне сказали, что она прилетела. По фотографии позвонили, сказали, она уже все, здесь. У меня не было времени ехать, и, наверное, я думал, как сделать так. Я хотел ее вернуть. Возможно, я люблю ее еще, но после последнего момента... Вы знаете, я прихожу на передачу «Давай поженимся» и говорю, что люблю другую женщину. Я понимаю, что вы считали меня до этого полным дебилом. А теперь я хочу получить звание «Абсолютный идиот». Уже, наверное, капелька осталась. Сережа, вы человек-паук. Не человек-зануда, не человек-козел. Человек-паук, поэтому по существу. Мне кажется, ты такая общительная. Смотри, какой жених у нас. Нет, ну то, что он общительный, конечно, хорошо, но мне больше нравится, когда слушают. Я разговариваю. Вы знаете, я такая пиздючка. Постоянно пизжу без остановки. Вообще, хотелось бы, чтобы у меня парень без языка был. Хотя нет, язык все-таки нужен для одних вещей, как говорится. Ты любишь, когда, наверное, больше делают, меньше говорят. Да, да. Я приехал с утра к ней домой. Дома лежали ее вещи. Я попал в дом путем хитрости. Меня не пускали, но я зашел. Если я чего-то хочу, я сделаю. Блядь. Серега просто какой-то отбитый, инфантильный чувак. Он поверил, что он супергерой. Серьезно. Мне кажется, что в один момент он реально залезет на крышу, прыгнет и попытается выпустить паутину. Знаете, если я что-то хочу, я, блядь, из десятиэтажки спрыгну. У меня паутина. Если человек паук, я, блядь, что хочу, то его и добиваюсь. Мне вообще все равно. Я добиваюсь своей цели. Ну как, поджег в эту замочную скважину, что ли? Знаешь, да, как они себя не пускают? Нет, это было бы слишком. Спичку поджигаешь, это... Это опасно. Зашел ты, короче, туда. Звоню теща. Говорю, она дома, мне надо поговорить. Нет, ее нет дома. В общем, обманывают. И теща обманывает, и она... Ну как проник-то? Ломился, ломился. В общем, звонил, звонил. Нет, нет, ее нет. Все, отстань, не звони. Я выжидаю. Слушаю, что за дверью происходит. Звоню, звоню, делаю вид, что я ухожу. Я же носик острый, хитрый. Ну, короче. Выходит на прогулку с мопсиками. И тут я... Здрасте. А в этом костюмчике-то? В костюме Человека-паука? Да, я еще был без крови, он был... Все было замечательно. Роза в машине лежала, ждала. Я бы моментально вызвал полицию, подал на него в суть просто. И попросил бы выдать вот это вот постановление, чтобы человек не приближался на 20 метров. Или на сколько там. Пиздец, это какое-то маниакальное преследование. Не хочет человек с тобой быть, да отпусти его. Хер с ним вообще, бля. Людей много. Я, бля, постоянно это повторю. Господи, пиздец. Каких... Мне кажется, у людей должна быть синергия. Вы друг другу делаете какие-то хорошие поступки. Если в определенный момент ты замечаешь, что человек начинает минусоваться, как-то отдаляться от тебя, ты поговори с ним просто. Скажи, ну, типа, расскажи мне. Почему, бля, что происходит? Наверняка, типа, если ты перестал нравиться человеку, он рано или поздно тебе скажет. Ну, чувак, все, я не хочу с тобой общаться. И не надо, бля, давить на него после этого, что-то говорить. Бля, я исправлюсь, еще раз, бля-то. Если человека что-то не устраивает, он не хочет с тобой расставаться, он будет предлагать тебе какие-то решения. Но если он уже все, бля, пошел назад и нет, не хочу, то нечего вообще его трогать. Нечего. Я забегаю, говорю, где доча ваша? Нет, я давай там, может, спряталась. Вещи вижу же, что прилетело. Шкафы. А кто ж в паучьи лапки-то отдаст дочу свою родную? В общем, может, чуть-чуть у меня было состояние какое-то такое, что я не запоминал, что я делал. Вещи, все вот так. Диван открываю, может, в диване, ага, нету. Шкаф. Ну и что, они вызвали в это время полицию? Нет, там я ее дочу не обнаружил. Знаю, где она может скрываться. У подруги своей. Сереж, ну дишь так, что хочется уже тебя убить просто. В общем, я полетел туда. Ага. На крыльях любви, да? На 14-е. Белая четырка. Лечу, она не берет. Я поднимаюсь в 8-е. Бля, какой он сумасшедший душняра. Это просто невозможно. Не дай бог, девочки, вам такого пацана. Серьезно. Если вы видите, что он как-то давит, преследует. Ну это же, блядь, ненормально вообще. Этаж, путаю сначала этажи. Стучусь к пацану. Он не открывает. Переговорились с ним. Поднимаюсь на 8-й. Стучу в дверь. Молчат. Смотрю, в замке ключ с обратной стороны. Я же понимаю, что в доме кто-то есть. Это паутина. В итоге я начинаю... Нет. В итоге я начинаю стучать. Молчит. Чем закончилось? Давайте так. Перейдем сразу к финалу. Закончилось так, что я начал выносить двери кулаками и ногами. Тут уже соседи не выдержали. Вызвали полицию. Вызвали полицию, да. Я уже почти дверь, все, она... Уже замок вылетел, личинка. Уже дверь вся вмятая. У меня руки сильные, как бы. Кости уже сбиты. Ага, и... Знаете, у меня кости сбиты. Я занимался спортом. Да, я вообще, что хочу, то, блядь, и делаю. Я спасаю людей. Я вообще охуенный. Господи, пиздец. Какой дебил, блядь. И 10 минут времени не хватает мне, чтобы я подрил ей розу, вошел, встал на колено, сказал там, извини. Ты выбил дверь, блядь! Ты выбил дверь! Ты ебанутый! Что, извини, блядь? Что? Извини. Ты выбил, блядь, дверь. Две девушки, сидя дома, какой-то ебанутый, выбивая дверь и становится... Прости меня. И знаешь, я вырезал всю твою семью. Я сжег дом, в котором ты живешь. Прости меня. Полиция приходит, начинает там мне все, вы задержанные, наручники сует. Я говорю, я никогда их в жизни не одевал. Меня выгоняют, как бы, отталкивают на балкон. А игрушечные были наручники или прям правдочные? Железные, прям стягивают конкретно. А еще, когда сопротивление делаешь, они еще сильнее. Усовершенствованные. Специально для меня. Да там 7 человек приехало. Я говорю, ОМОН, что не вызвали? В общем, меня отталкивают на балкон. Ты заебал, реально. Мне кажется, вот если Сергей захочет останавливать пули, как Нео, он тоже это сделает. Или если его в октагон с Хабибом закинуть, то если он захочет, он поборет его, не знаю, побьет, по-любому, 100%. Серега видит цель, не видит препятствий. И они меня отталкивают на балкон, а там 8 этаж, мне дальше некуда. Либо я вниз как-то что-то ползу, либо... Это ли проблема для нас, пауков? В общем, там дверь, стекло. Я, чтобы от себя оттолкнуть, я говорю, не лезьте, сейчас ударю. Серега, это уже не важно. Короче, забрали? Да, я разбил руки об стекла, потом меня запахнули. А что делали отсуток? Подожди, что, да, их заточили. И, значит, там стекло, и что? Я разбиваю стекло, чтобы от себя оттолкнуть. Говорю, подаете, я сейчас вас ударю. Хотя я понимаю, это срок, 5-7 лет, нельзя. Я этим самым отпугнул, кровь вхлынула, вену перевезла, его испачкал случайно лейтенанта. В итоге, я говорю, пока розовую не подарю, я не уеду. Вы хоть ОМОН вызовите, я не уеду. Вот я сказал, подарю, и уеду. Все, я сдамся, говорю, только дайте подарить. А вы уже к тому времени человек известный у себя в городе. Я прям в костюме был, я таксовал в нем. Меня много кто знает. Мне стыдно перед детьми, я очень... То есть вы звезда, а вас тут вот прям под белорученьки. У чувака явно какой-то недостаток внимания, он как ребенок, супер гиперактивный. Он хочет, чтобы все о нем говорили. Он одевается в костюмы, делает какие-то необдуманные поступки. Блядь, мне кажется, вообще изолировать надо, блядь, в дурку отвезти, серьезно. Кто знает, что ему, блядь, дальше в голову стрельнет. Девочка подарила, отнесла, она взяла. Просто, блинная она такая, роза салатовая. Да, дарить одну розу это преступление. Не зря сидел. Блядь, ну а ты заслуживаешь розу от разбитой бутылки, на которой сидишь. Еще ты видел, у него татуировка за ВВС на этой стороне руки. А развился когда? Четыре месяца почти назад. А дети не появились? К сожалению, детей не было, не получалось. Это... Правильно. Об этом я очень не жалю. Да нет. Но это была не моя вина, я если чего-то хочу, я этого добиваюсь. Моя жена, сука, она не могла родить, понимаете? Я человек-паук, у меня много паутины, и я добьюсь своих этих вот личинусов небольших. Я сделаю их. Не важно, что у меня абсолютно не активные сперматозоиды, мы станем на край крыши и их развеселим. Прыгнем вместе с моей любимой во время полета на паутине, будем заниматься разными делами. Бля, пизду. Паук и... Да я об этом жалею, я очень люблю детей. Она болеет тоже, женщина-то, поэтому делала-то, и детей нет. А может, у меня причина, мне операцию делали в детстве. Я много тяжести носил. А ты это, слышишь, проливялся или что? Давно. А вы зимой тоже вот в этих синтетических колготках ходите? Нет, у меня в планах сделать кожаный, утепленый. С утеплением неплохо. Да, назема. А вам, зачем тебе это все? Деньги зарабатывает, ростик. Как, а что, раздаёте такой деньги? Нет, я хочу помогать детям и старичкам, это моя цель. А работать не пробовал, нет? Нет, он хочет... Моя цель помогать детям и старичкам, чем ты, блядь, им можешь помочь? Максимум тебя могут пригласить, не знаю, на утренник какой-нибудь, ты будешь человеком-пауком, либо в дом престарелых ты тоже на утреннике будешь человеком-пауком. Он, знаете, выбрал такую категорию, что стар, что млад, сами понимаете, одно и то же. Потому что адекватные люди, блядь, его нормально не будут воспринимать, ну, никак. Ну, будут, типа, ай, блядь, какой-то дурак с шизой ходит по городу, ну, хай ходит. Ардерос. А где-то, а где-то... Не раздавать. А где зарабатывать? Я хочу... Не, ну, есть куда пойти и мне, скажи, наводчику. Ну, я живу на даче. В будке, с собакой, с Паниным. У нас хорошая семья, блядь. Очень красиво, хорошо, между Новороссийском и Анапом. А работаешь-то где, где миллиардов заработать? Свой бизнес потихонечку налаживаю сейчас. А какой бизнес-то? Ферма. Новороссийск, это что такое вообще? Планета. Блядь, бабы просто угар. Новороссийск это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. Ладно, отыгрывают тупых баб нормально, супер. И мама встанет. Он ремень там не показывает? Нет, типа, ох, Серега, мало я тебя порол. Сказал, приедешь. Под затыльник Адам. Ну, я говорю, пап, я же быстро бегаю. Он у меня здоровый, сильный. Король. А не говорит, когда ты уже надуркуешься и когда уже возьмешь себя за ум? Ну, вы знаете, я говорю, пап, ну ты же знаешь, что я вас слушаю, но сделаю по-своему. Я очень люблю своих родителей, они у меня единственные. У тебя образование, сынок, какое? Обычно родителей бывает много, вот у обычного человека родители 65-30, а у меня... Бля, хорошая разбежка, 65-30. А у меня только мама и папа, и я ими очень сильно дорожу. Я просто знаю, что остальные люди, они раскидываются своими родителями, оставляют их в торговых центрах, забывают забрать из садика, ну, а я нет, я люблю их, я забочусь о них. Образование у меня 9 классов. Я закончил школу и пошел работать. У меня жизненное образование. Ребята, как мы видим, жизненное образование не работает, он идиот, блядь. Учитесь, поступайте в высшее учебное заведение, это вам пригодится. Знакомство, общение, учеба, развитие какое-то. 9 классов закончите, пойдете работать и будете спайдерменами. Сейчас у меня опять в комментах, бля, я закончил 9 классов, у меня свой бизнес, все заебись, что ты наговариваешь. Тебе просто повезло, ты должен быть спайдерменом на самом деле. У тебя жизненное образование не очень, ваше жизненное образование пока вам пригодило. Ну, по крайней мере, я живу замечательно. Ну, не бесите, вот честно я хочу сказать, пока не могу объяснить, не выбешивайте. Хотя 28 лет, какой, 91 год рожден? В душе мне 18, 90-го. 90-го, в душе 18. Не, в душе... Я буду вечно молодой. Не будешь? Буду. Не будешь, блядь. Я буду жить вечно. Я всегда себе так говорю, и всем. Девочки, ну, всегда говорят, встречают по одежке, провожают по уму. Да, конечно, по одежке он человек-паук, герой, и личико у него смазливое. Ну, а внутри, не образованный, с кредитами, бьет женщин. И что еще у него там за спиной неизвестно? Такое ощущение, будто бы я попал в какой-то телесериал 90-х, где вот там какая-то барышня с такой прической выступает. Девочки, я вам что скажу? Не образованный, ужасный человек, который строит из себя непонятно что. Я не хочу. И сбивает женщин, господи. Зато все честно рассказывает. Я вообще думаю, что он очень исконний парень. Я забираю его себе. Мне нравится этот парень. Нужно присмотреться, вот именно, что не нужно судить сразу по оболочке. Нужно душу его раскрыть. А этих коллекторов не боишься? Ой, блядь, понравился на самом деле внешне. Сто процентов начинают, типа, блядь. Надо душу рассмотреть. Ну, потому что он тебе внешне понравился. Кто, блядь, сразу в душу смотрит? Да всем все равно. Идет баба 170 килограмм с отличной классной душой. И все так хотят с ней познакомиться, блядь. Пока ты за себя не возьмешься, никто не обратит тебя внимания и не узнает, какой ты хороший человек на самом деле. Только так это работает. Стишься? Да. Я в этой жизни не боюсь ничего. Слушай, Роска, на вопрос, кто, кто? Человек-паук с кожаным пальтом. Это же коллекторы сейчас, они же вообще беспредельщики. Скажите мне, пожалуйста, ну, я даже не представляю вашу принцессу, какой она должна быть. Не, зачем? Они любят вот это. Вдруг откуда ни возьмись. Появился. Нет, они же... Муха-муха-цикатуха. Съедают свои пальцы. Чувак, что, палец себе отрезать собирался? Что у него вообще? Как, блядь? Мы почти с ним ровесники. Мне 27, ему 28. Пиздец. Чувак уже такой помятый. Ну, ладно, я тоже помятый. Не ороптая. Нет. Ну, старая шутка гласит, что человеку-пауку не хватает человека-тапка. Я должна сказать, у вас гороскоп весь сконцентрирован на уровне вершины третьего дома. Это шесть планет, которые прям сбились кучкой. Как я люблю вот эту всю херню слушать. Кто-то там где-то, какие-то планеты сконцентрировались, что-то, блядь. В одной точке гороскопа. И они говорят, что вы очень зависите в своих повседневных решениях от сиюминутных знакомств. Девушка нам нужна строгая, серьезная. Мне нравится, как вот эти астрологи, поговорив с человеком, поняв какой у него характер, там, темперамент, говорят. Сейчас там третья фаза луны подзалупного творожка. И знаете, я хочу сделать вывод, что вам нужна строгая женщина. Потому что вы такой вот безалаберный чувак, который постоянно куда-то бегает, что-то делает. И вы должны быть всегда в ежевых рукавицах. Поэтому вам нужна серьезная женщина. И только подзалупный творожок на небе повлиял на мое решение. Не потому что я посмотрел на вас, посмотрел, как вы ведете себя, как идиот какой-то. И понятное дело, что вам нужен небольшой контроль. Но вот эта вот, блядь, Венера в фазе говна, она как бы тоже повлияла на это. Та, которая сможет отсеять лишнее. И собрать с точки зрения режима дня, привычек бытовых. То есть прям такая нужна правильная советская строга. Знакомьтесь с первой невестой. Это, Серега, ну не Гоша, в таком трикоте. Я могу переодеться. Да, Милый, иди, пожалуйста, Ваша. Иди переоденься. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Меня зовут Анастасия. Я активная, творческая и целеустремленная. И именно я изменю твою жизнь. Она срывает с себя платье. Там латексный черный костюм. Она берет плетку и такая... Становись на колени, сученыш. Сейчас я тебя буду воспитывать. Давай общаться. Пидор. А, блядь. Давайте. Меня Серега зовут. Очень приятно. Вышла такая, знаете, элегантная, красивая, шикарная, роскошная женщина в великолепном красном платье вечернем. Пацан, блядь, в майке какой-то, в спортивных штанах. Я Серега, ёпта, блядь. Ру. Анастасия, 26 лет. Инспектор транспортной безопасности в РП. Блядь, 26 лет. Ёшкин дед. Я серьезно думал, что ей лет 35. Без шуток. Мечтает выпустить сборник стихов. Гордится тем, что никогда не бывает равнодушна к чужим бедам. Признается, что когда нервничает, притет косичку. Предупреждает, что... Из сыра, блядь. Она просто работает на сырном заводе. Сбранник должен внимательно относиться к ее творчеству. Анастасия поняла, что отношения с возлюбленным трещат по швам. На ее глазах поцеловал другую. Надеется, что Сергей будет щедро на ласке только по отношению к ней. Здрасте. Мне кажется, у вас уже вот прям там на сцене и случилось. Он так вас взял за руку трепетно, нежно. Здравствуйте. Здрасте. А у меня для вас есть необычные подарки. Сладкие. Разрешите их подарить? Пожалуйста. Необычные любимые. У меня есть необычные сладкие подарки. Это конфеты. Вы знаете, я креативная. И знаю, что конфеты редко кому-то дарят. Поэтому возьмите, пожалуйста. Сергей, обрати внимание. Я очень креативная. Самая креативная, блядь, на планете. Давай. Что за сбитое клише одевать красное двинное платье? А что за сбитое клише быть тупой необразованной хабалкой вот с такими губищами, блядь? А? Как отвратительно выглядит, как будто она реально из деревни какой-то приехала. Настя, долго искали фотографию хуже, которой не бывает. Вот прямо вот мне интересно. У меня столько удачных. Почему нужно вот выбрать было, где я... А вообще какая разница? Тебя все равно семья будет поедом есть сегодня вечером. Нет, не будет. Потому что я же это все разрушила. Ты хорошенькая. Прям хорошенькая. Ну-ка. Ну нет, ничего, фотографии зря. Нет, вот это вот ничего. А я прямо подбирал мастера, который совершил это чудо. Вот человек паук, а ваш мастер человек козел. Понимаете? Она с подарками на то шоу подготовилась. У нее очень оригинальные подарки. Такие прям и интересные, и необычные. То есть не банальные. Давайте я расскажу вам свою историю, с которой я пришла к вам. Давайте. Мне было 19 лет. Я была маленькая, глупая, влюбила. Как-то засунула свою голову в бетонную мешалку. Теперь вы увидите эту прекрасную прическу. А теперь пойду, пожалуй, выступлю на сцене со своим великолепным номером. По уши вы 27-летнего мужчину. Моя семья была против него. Друзья против. Все отговаривали. Говорили то, что он изменщик. Он гулящий. Он пьянь. Но я не верила. Я верила в чудеса. И видела в нем того самого принца, о котором мечтали все девочки. Серега сидит такой думает. Бля, так въебать ей хочется. Так много говорит. Бля, я хочу разговаривать. Я уже не могу. Бля, сука. Доем палец свой. Ну и получилось так, что мы начали встречаться. Я познакомилась со своими родителями. Говорю, что у нас все серьезно. И я переезжаю к нему жить. Мама сказала. Не спеши, дочка. Давай, ты у него поживешь, у нас поживешь. Будете кочевать. Из семьи в семью. Ну и так получилось, что наши родители, то есть мои, они покупали продукты нам. Его родители ни грамма не вкладывали в наши отношения. Короче, понятно. Чувак был козел. Все плохо. Все, пока. Сидят две бабы. Одна похожа на покусанную пчелами. Другая похожа, не знаю, на Игоря Николаева в молодости. Зеленые шубы, желтые колготки. Почему они вообще, блядь, кого-то обсуждают и оценивают? Да. Нас пригласили на свадьбу. Он пошел танцевать, а я повернула голову и смотрю, что он целуется с девушкой. Я встала, подошла к нему. У меня уже слезы накатились. Но я ни ее не била. Я была уже в положении в этот момент. Настя, послушайте, на свадьбах даже невесты не только целуются с чужими мужчинами, а кое-что еще страшное делают. И женихи их застают в этот момент. Но свадьба продолжается, жизнь начинается. Ну это пьяный разгул какой-то, Ларис. На свадьбах чего только не приключает. Блядь, что было у Ларисы? Лариса, алло, блядь. Чем вы занимаетесь? Классическая свадьба с Ларисой Гузеевой. Ларис, приходите на свадьбу в качестве гостя. Наконец-то еще одного жениха оттрахаю. Отношения разрушили не поцелуя. Отношения разрушили нечто другое. Когда я его не простила, мои подруги встретились со мной. Мы пошли в ресторан посидеть днем. И я встретила эту девушку, с которой он целовался. Я говорю, вообще-то у нас будет ребенок. А она мне отвечает, вообще-то он давно со мной вместе. Ты с ним просто так, ты ему не нужна. Бля, я не понимаю, как одна баба, зная, что у мужика есть другая баба, продолжает с ним общаться, как-то, блядь, отношения строить. Это же, блядь, маразм. Он изменил это, и, значит, тебе изменит, блядь. Ну, всем всегда изменять будет, вести как себя уебан какой-то. Девки, это вообще просто, блядь, не понять. Я не понимаю, блядь. Я не понимаю. Любит меня. То есть вы будете... Она малая, что она могла... Нет, они так и не дошли до... А ребенок-то как это? 5 лет ребенку. 5 лет, цена. Не представляю, можно взять 40-50-летнюю женщину с ребенком, а 28-летнему мужчине. Блядь, какие один... Тролли хедвес, сука. Видите, что там, если держать ей 10 тысяч месяцев будет достаточно. Ну да. Кто это вас кислотой-то хотел облить? Боже. Кислотой, да, это были мои другие отношения. Бля, баба просто выбирает идеальных мужиков. Просто какой-то алкаш-изменщик, блядь, ебнутый, которая кислотой облил сейчас к спайдермену пришла. Она вообще, блядь, выводы не делает. Девочки, делайте выводы. Йоу! Надо делать выводы! Мы собирались крестить ребенка. Это должен был быть крестный, но оказался фотографом. Слушайте, должен был быть крестный, а пришел фотограф. Такая жизнь! Звала отца, пришел бульдозер, блядь. Хотела поесть, упала с крыши. Что, блядь, происходит? И мы с ним начали встречаться спустя время. Ну, мы так же дрались дома. Он наскорблял меня при его родителях. У него был условный срок хранения наркотиков в особо крупном размере. Я родителям не сказала об этом. Они мне поверили на слово. Но когда они узнали об этом, сказали дочке, лучше бы ты нам сразу сказала, кого-то нам привела в семью. У вас какая-то мания таких это. Как она могла вообще связаться с наркоманом? Она привела домой наркомана? Ну, это вообще, в принципе, да, ужасно. Есть такой тип людей, которые просто постоянно хочет кому-то помогать. Вот они себя чувствуют лучше, когда понимают, что от них кто-то зависит. Мне кажется, если мужик не реализовался, и он еще от кого-то зависит, он вообще в максимальную мразь превращается. Наоборот, как-то мужчина должен помогать, там, не знаю, девушка его поддерживает, он развивается, все классно, все супер. Но сидеть на шее своей девушки, это вообще пиздец. Да на самом деле, даже когда девушка там сидит на обеспечении полном, программном, блядь, обеспечении, Касперский, блядь, устанавливает сидит. Это тоже не есть хорошо, потому что человек должен чем-то заниматься, для того, чтобы у него были, блядь, свои какие-то финансы. Потому что мало ли что, блядь, ты начинаешь встречаться с мужиком, он тебя содержит, потом кидает нахер, блядь, и ты с голой жопой уходишь на улицу. Поэтому быть финансово независимой, независимым, обязательно нужно. И вот эта вот история, когда, блядь, кто-то там кого-то содержит, ну, блядь, она никогда не длится долго. У людей должна быть связь, взаимопонимание, у них должны быть темы для разговора, они должны общаться как-то, ну, типа, блядь, когда она 24 на 7 с ним проводит, ну, блядь, о чем вы будете общаться? Я хз, на самом деле. Что у него и судимость, но он еще ее и бьет. А вот вы, значит, Настя, еще предупреждаете, что ваш избранник должен быть готов ко всему. К чему прям? Страшно даже подумать. Ну, я могу приехать с работы, к примеру, и сказать ему, все, сегодня в 2 часа мы будем лазить по пещерам, он быстренько должен собрать рюкзачок и поехать со мной. Короче, она такая же поехавшая. Забирай человека-паука. 7 ему, например, на работу, да, утро? Нормально. Ничего, что у вас ребенок, которого после рабочего дня надо увидеть, приголубить, как-то пообщаться с ним. А что, родители его воспитывают? Ребенок с нами пойдет. Покажите сюрприз. У меня видео-сюрприз. Сейчас вы его увидите. Вау. Всю жизнь я мужика искала. Вконтакте, в чатах интернета. Статей много прочитала. Но в них нет дельного совета. Искала в клубе, в ресторане. Порой даже в библиотеке. Большая дырка в кармане, сплошный кредит и в библиотеке. И я объездила весь свет. Один хорош и трудоголик. У меня снова скажут твердый нет, что тот хороший алкогольчик. А я по городу бродила и продолжала все искать. Один... Чисто на фоне фотообоев такая приехала в Венецию, бля. Трешнее крокодила. Другой приучил с детства врать. А третий руки распускает. Четвертый наглого больной. Он думает, я не узнаю, как зажимается он другой. Но вдруг я слышу передачу. Давай поженимся в эфире. У вас один другого мачо, а я сижу в своей квартире. Прошу вас, Яр, мне помогите себе достойного найти. Мужчину доброго найти. Мне кажется, когда у тебя есть цель кого-то найти, вот ты типа такой, блядь, хочу себе девушку, хочу себе найти парня. Вам будут попадаться либо отбитые, либо никто не будет вообще попадаться. Серьезно, когда ты меньше чего-то хочешь, не загоняешься, оно как-то само все происходит, и все. Типа занимайся своими делами, развивайся, работай, учись. Найдется, блядь, твоя половинка, когда ты начинаешь вот на передачи приходить. Ну это уже, блядь, вообще крайняя история. Из этого точно ничего хорошего не выйдет. Мне интересна статистика. Знаете, давай поженимся. Сколько людей действительно начали хотя бы встречаться после передачи? Чтоб с ним не счастье обрести. Она просто показала себя как брошенную одиночку с ребенком, которая ищет замену, кто будет ее содержать вместе с ее детем. Мне кажется, вы могли бы быть идеальной парой. Нет, мы, конечно, будем смотреть еще других невест. Но у вас есть та самая легкость, которая, мне кажется, Анастасия... Чувак такой, блядь... Он у нас свой хороший был, блядь. И показано обязательно. А вам показан вот этот серьез Анастасии. Ну серьез-то у Анастасии наносной. Мне кажется, что ей скорее пришлось повзрослеть уже после появления ребенка. Как, кстати, вы к наличию ребенка у избранницы? Это не помеха, но я увидел человека и я сделал для себя вывод. Какой? Прямо, я всегда прямо говорю. Да, конечно. Не екнуло. Ни капли. Ни прям доли... Какой вы жестокий и поспешный сужденец. Ну извините, но я прям... Я не жестокий. Половина слов... Слова. Нет. Да. Пизда. Ну да, странная баба, но и ты не Джейсон Момоа. Типа она рассказала свою историю. Ну вот такая несчастная женщина, блядь. Мне кажется, вот таких историй, как у него, там 80% в СНГ, начала встречаться с чуваком, он, блядь, сделал ребенка, ушел куда-то там по своим делам до свидания. Че, блядь, че тебе не екнуло? Что ты хотел, блядь? Что ты хотел? Она достаточно симпатичная, типа эффектная баба, разговаривает, блядь, пи***дур. Муж наркоман? Вы с мужем не употребляли? Ну... Я не сказала, что муж наркоман. Не надо. Ну, хорошо, кто там с наркотиками связан? Он избранник. Ну, избранник, хорошо. Ну, во время наших отношений он завязал, он не стал. Ладно, я многое о вас могу сказать, но мое мнение останется при мне, потому что не хочу огорчать. А как же, что вы говорили все мимо? Что еще вы можете сказать? Ну, пусть мимо будет, но я вижу по-своему. И мое мнение, это мое мнение. Ну, не только. Вы категорически мне не подходите, извините, пожалуйста. Спасибо, девчонки. Спасибо, проходите в свою комнату. Господи, какой нетактичный человек. Ну, видно, что он просто необразованный хам. Серьезно, ну, нельзя так говорить вообще, блядь. Даже в передаче сраной. Понятно, что есть какая-то доля постановки, но вот они общаются, и он такой, блядь, да нет, иди нахер, блядь, нет, фу. Ты себя вообще видел, братан, блядь. Ты, ты, пиздец, у тебя полпальца нету. Тебе по возрасту 40 лет, ты ебанутый. Алло. Походу, он реально поехавший, потому что, ну, такое говорит про человека и просто какую-то, блядь, дичь, ахинею несет. Называется не очень-то было и нужно, приходите. Он сказал, что она ему категорически не подходит, как считаешь. Он вот с собой себя так же будет вести? Я не знаю, трудно сказать, как он будет вести со мной себя, но просто все равно, мне кажется, не тактично так с девушкой себя вести. Лучше сладкая правда, чем соляная. Горькая ложь. Да, сто процентов просто. Вообще лучше быть богатым и здоровым, как говорится. Знакомьтесь со второй деве. Лучше сладкая правда, блядь. Да, пацан девять классов закончил, это видно. С собой, человеком в первую очередь. Нет, про сладкую правда, это мы прям в десятку, да. Дыши, дыши. Привет, меня зовут Настя, я из Солнечного Пятигорска. Я очень веселая, общительная, так как я тоже с Юга, надеюсь, у нас с тобой много общего. Привет, очень приятно. Меня Серега зовут. Спасибо. Я Серега, ебт, блядь, нахуй. О, ба, бля, чирик. Вела. Анастасия, 24 года. Гордится коллекцией из 100 флаконов духов. Мечтает познакомиться с... В Арифлейме просто работала, подпиздила немного, вот и гордится умница. Алексеем Воробьевым предупреждает, что хранит свою честь и ждет настоящего защитника. Первый поцелуй Анастасии с избранником оказался последним событием в их отношениях. Надеется, что Сергей окажется ее мужчиной. Девственница в 24 года, да, серьезно. Не, в этом нет ничего такого, ну, просто, знаете, современное общество, там, знаете, когда дети в 13-12 лет уже занимаются различными делами. Необычно, скажем так. Здравствуйте. Здравствуйте. 24 года. Да. Он так накрасился, такое ощущение, что у нее глаза... Я вот точно могу сказать, что вот эти две барышни, они не девственницы. Это, как бы, ну... Не, блядь, я не это имел в виду, сука! Пали вот реально в черепную коробку. Рассказывайте, чем вас так напугал этот целовальщик? Ну, для меня это был первый поцелуй. Он откусил мне лицо. Вам бы понравилось такое? И... А сколько вам было лет? 24 это вот было. Да ладно, в 24 года у вас уже семеро детей могло быть. Ну, вот, да, у меня был первый поцелуй, причем... В 24? Да, несколько месяцев назад буквально, причем... Вы не лопнули-то до этого момента? Я за это был не радик. Девочки, считайте, она может училась? Нет, не училась, я наоборот не умею, и поэтому я старалась обходить стороной эту тему. А с девчонками, с подружками не училась с ловас, как мы все? Нет, нет, нет. Нет, а что ты, с подружками? Я с куклой училась. Нет, я с подружкой. Ну, в итоге получилось так, что мы сидели в кафе, и я просто была загнана в угол, мне некогда было бежать. Эта невеста ему не понравится, потому что у него завышенные требования, а сам-то он такой вот, низенький. Потому что и у этой невесты, и у другой, какой-либо другой невесты нету просто денег газить его долги. Вот это хорошо подметила. Я бы на месте этих женщин выходил, просто садился, рассказывал свою историю, там, не знаю, инстаграм пропиарил, еще что-то, потом такая вставала, мне неинтересен этот идиот. Всем пока. А ему очень нужно, чтобы была женщина, которая сможет его финансово потянуть. Дальше-то что было? Все, мы общаемся, продолжаем общаться, но... То есть, он поцеловал, вы убежали. Конец истории. Нет, здесь история только начинается. Анастасия много лет влюблена в Алексея Воробьева. Вот тут, понимаешь? Фанатка, бля. И, как говорится, она для него цветет, а не для человека. Ой, мой котеночек. Был у нас этот, прощательный, согласитель. Но он такой клевый. А если бы он... Подожди, подожди. А ну-ка, Серегу, посмотри. Я просто развиваться не хочу. А мне кажется, что если ему... Да-да-да, вздыбить волосы. Я сильнее его. Вы реально думаете, что вы... Ну, прямо вот... Ваша мечта сбудется? Ну, я не знаю. Но она ему писала во всех соцсетях. Он вам ответил хоть раз? Он не ответил, но поставил один раз мне лайк на фотографии. Знаете, из-за таких вот подруг иногда не хочется просто людям вообще отвечать в директе. Никогда. Кто знает, зачем тебе пишут? Может, там какая-то, бля, сумасшедшая фанатка. Вообще, бля. Ответишь ей, она там, бля, потом поэпит твой адрес, вычистит, будет стоять под дверью, бля. Лежать. Чё будет, непонятно. Я боюсь таких людей. Мне кажется, творчество человека может там нравиться без проблем. Ну, прям, знаете, идеализировать образ, типа, смотреть на него, мечтать. Это, блядь, удел, ну, каких-то не очень, скажем так, общительных людей. Они закрываются в себе, не пускают никого и думают, концентрируются только на одном человеке. Причем, блядь, шанс встречи с этим человеком минимален. А если они и встретятся, то чувак посмотрит и думает, блядь, каин ебнутая, блядь, не, пизду, я пошел, блядь. Я не хочу. Никому не нравятся навязчивые люди абсолютно. Это был не он. Вот почему мне в женихи не привезли тоже Алексея или кто там у него, Воробьева? Александр Воробьев. Какая разница? Привезли этого колхозницы, который на лошадях катается. Тебе бы в женихе отлично подошел Саша Шпак, мне кажется. У вас вот эта вот часть достаточно схожая. И я представляю, если вы соприкоснетесь своими губами друг с другом, возможно, образуется сингулярность и зародится новая планета. Новая планета пельменей. Я бы там пожил. Кнюш не живет. У вас целая коллекция парфюмерий. Я считаю, что это одна из черт. Есть ли какое-то направление из запахов, которые вы любите? Потому что она очень характеризует человека, на самом деле. На самом деле, я очень люблю цветочные, не сильно сладкие цветочные, но, тем не менее, они такие неприторные. То есть нежный такой цветочный аромат. Скажи, пожалуйста, а вот для меня, Виолетта, фиалка, все, что с фиалкой связано, мыло, шампунь, что? Ну, вообще, запах всегда отражает то, чего нет у человека, и наше стремление, потому что мы окружаем себя этим как оболочкой. Ты страдаешь от какой-то отсутствующей невинности, простоты. Ты, может быть, мучаешься с самой излишней сложности. А мокрый запах? Мокрый водяной. Вот вода мокрая. Мокрый свежесть. Я тебе потом скажу, можно? Я не буду. Слушай, ты меня не пугай. Ну, я хочу сказать, что у Насти вот эта любовь к полусладким цветочным запахам, вы, конечно, хотите любви, чувствуете недостаток этой любви, и вы, конечно, хотите цвести. Бля, ей 24, она чувствует недостаток от всего. Женщине надо заниматься сексом. Это стоп. Ну, блядь, всем надо заниматься сексом. Сексом надо заниматься. Это полезно для организма в первую очередь. Она молаживается. Вы стресс снимаете. Не ругайтесь никогда. 24 года, блядь, у нее потребности уже, наверное, дикие. Она, блядь, съест чувака, которого встретит. Но в то же время вы сами добираете какой-то, ну, нежности, что ли, через этот запах? Возможно. Я очень как-то боюсь отношений. Я от них стараюсь бежать, мешать. А вы, значит, сделайте первый шаг. Покажите сюрприз. Конечно, очень странное явление. 24 года, коллекция. Мне нравится, что Челу реально привели девочек с приветом. 24-летняя фанатка Алексея Воробьева, которая хранит для него девственность. Блядь! Каких-то запахов, ароматов, которые она там... Мне кажется, она и бежит от отношений, потому что однажды она мечтает встретить Алексея и сказать, Леша, я хранила свою девственность для тебя, посмотри, возьми меня. Давай с тобой, Леша, скажи, пошла нахуй. Вкладывает, куда-то на полки ставит. Это очень странно. Ну, в 15 лет я бы еще поняла такой интерес, да? Согласись. Я надеюсь, сейчас голос как у Виолики будет. Запомните, девушки, несколько истин. Они вам помогут быть бабой старой. А чем она поет, если губ нету? Не знаю. Зубами? Кривыми. Десятый раз. Еще раз напоминаю, еще раз напоминаю, не простите. Бля, ну это ужасно, пиздец. Она бы смогла составить конкуренцию нашей легендарной Виолике, это 100%. Сразу в трехэтажный замок кульца, деньги и меха. А главное, заклинаю, не знакомьте сразу со своей мамой, не спугните жениха. Все замечательно, ты умничка. Потанцуйте. Э, пока шел. Спасибо. Очень приятно. Пожалуйста. Ты очень хороший человек. Спасибо. Очень приятно. Может, у тебя на сва есть, я просто свой даю. У тебя есть душа и сердце. Спасибо. Конечно, спела она не очень, и в паре с воробьем она бы не сработалась. Сергей, я видела в вас заинтересованный взгляд. Вам понравилась Анастасия. Она абсолютно ваша. И я так понимаю, что она вас поразила вот этой своей невинностью и чистотой. Если это действительно так, буду на руках носить. Я думаю, да, это действительно так. Целомудренно, образованно. Я вам скажу, что первый человек, девочка. Даже не было интереса. Вот эта девочка, она милашка. Она хорошая, добренькая. У нее чистая душа и хорошая сердца. А то, что она вот так зависла на этом воробьеве, кумир. Отлично. Сережа может. На тебя у него реакция была как-то получше. В целом, и запоминайте, Сережа может. Все. Мне кажется, если у человека есть какое-то влечение к другому, бесконтрольное, причем они даже не общались, блядь, ну надо, не знаю, может быть, чтобы времени какое-то количество прошло. Я могу понять одно дело, там, когда ты, там, фанат в 12, там, в 14 лет, там, группы Tokyo Hotel, Айдамира, Мугу, группы Кармен. Да, я старый. Но когда тебе 24 года, и ты, блядь, так за... Ну, у тебя уже должны быть другие какие-то, блядь, приоритеты, идеалы в жизни, не знаю. Знаешь, на первую, то есть он сразу категорически нет, кто на тебе и руку поцеловал, и вышел к тебе. Сергей, вы правы, у Анастасии в силу квадрата Венеры и Марса у нее склон... Сила квадрата Венеры и Марса, бля, придите ко мне, пожалуйста, сделайте, чтобы эта передача скорее закончилась, сука. ...к отношениям, где один преследует другого, а второй убегает. Вот, например, с Воробьевым она преследователь, когда писать в соцсетях, ждать, надеяться. С молодым человеком, который хотел поцеловать, она уже превратилась в жертва, он в преследователя. Потому что выросло целое поколение, которое любит виртуальных героев. Эта жизнь к реальности не имеет никакого отношения. А мне кажется, что как раз Сергей, тот человек, который способен, если не преследовать женщину, то добиваться ее, оказывать знаки внимания. Нет, то, что Сергей с Анастасией парой, это же очевидно просто. Дверь прорублю, если надо будет. Вот, я это увидела. Как меня этот идиот раздражает, я просто не могу. Я Сергей, я классный, блядь, я прорублю дверь, я съем говно, блядь. Мне все равно, я добьюсь своей цели. Дверь, дверь, туша, оставь в покое. Все, да. О, мацан, хватит ему что-то портить. Я понял. Знакомьтесь с третьей невестой. Он столько про тебя всего хорошего говорит. Мне кажется, это ему действительно понравилось. Ну, не знаю даже. Не знаю даже, да. Получается, пять минут говорил о том, какая я охуенная, но даже не знаю. Хочу еще комплимент. Понапрашиваюсь, пожалуй, на комплимент. Бля, ненавижу таких людей, блядь, которые, например, выглядят охуенно и говорят, Значит, поднабрала я, бля, конечно, 32 грамма, бля, надо скинуть. А сама выглядит просто пиздец, идеально. Топ-модель. И ты такой, господи, Людочка, Кристиночка, блядь, Наташечка, ты просто великолепна, ты просто шикарна. Перестань, я жирная уродка, нет, нет, перестань, нет. Я не знаю, что сейчас сказать, мне надо просто прийти. Мне мандража просто. Я не спела ни одной живой ноты, просто жизнь. Хорошо, что она осознает, что спела просто ужасно. Привет, меня зовут Тиффани Бугатти. Всех девушек, которые были до меня, можешь сразу забыть. Не знаю, кого я забуду, очень приятная... Тиффани Бугатти, сука. Она, походу, из Турции летела, зашла в дьюти-фри и первое вот бренды шоу увидела, так себя и назвала. Но мне кажется, ей больше подходит имя Фикс Прайс. Вот, Серега. Но кого я забуду, это я сделаю выбор. Тиффани, 19 лет, вызывает себя профессиональной бездельницей, учится на заочном отделении... Помним мы одну профессиональную бездельницу... ...Тамарского университета, но против своей воли. Мечтает купить водительское удостоверение и автомобиль. Признается, что ради красивой жизни в Москве ей приходится воровать. Предупреждает, что каждый месяц подкалывает губы, делает ресницы и покупает одежду на 100 тысяч рублей. Два года назад приехала в столицу, скиталась, просила ночлегу у незнакомых людей. Пока счастливый случай не свел ее с платежеспособным покровителем. Надеется, что рядом с Сергеем она обретет крышу над головой. Баба идет чисто вот по дороге Олеси Малибу. Пришла поэпатировать себя, попиарить по телешоу, пошляться. Вот знаете, этот круговорот фриков в природе происходит, поэтому как бы, ну, все нормально. Здрасте. Здравствуйте. Выглядит лет на 30, как будто она молодится. Вот эти губы ужасно, ужасно, просто некрасиво. Мне кажется, тяжело с такими вообще, в принципе, ходить какие-то. Да по Фабзиану похожи, да? Ну да, да, да. При имени Тиффани какая у вас фамилия? Бугатти. Бугатти? Да. Машина хорошая. Это псевдоним? Нет, это мое имя и фамилия по паспорту. Нет, все-таки я подумал, больше подошло бы Лада Приора. Ладно. Вы его купили? Нет, я просто ручкой затеркнула имя и фамилия настоящие. Ты прям, смотри, ручка и паспорта. Фиг ли, мучиться так. Правильно. Роза жрет, сидит просто вообще, без разницы. Писала Тиффани. А у вас что-нибудь есть от Тиффани? К сожалению, нет. Вот я ищу тот, кто мне купит хоть что-нибудь от Тиффани. Ну, понятно. Это кто такой Тиффани? Тиффани, это фирма ювелирная. 19 лет. Бездельница. Ворует. Да и ремнем ее родители должны были лупить. Бля. Я смотрю на эту бабу, у меня складывается ощущение, будто бы я реально нахожусь в русском сериале. Да ремнем ее надо лупить. Что они себе позволяют, сука? В таком возрасте, просто запереть ее дома нужно и все. Это ваша родная сестра? Нет, это моя духовная дочь. Кортье, Бугатти. Чему вы учите свою духовную дочь? У нас своя вера просто. Расскажите. Рассказывай. Умнички. У нас своя вера Бугатти. И у нас связь благодаря нашей фамилии. У нас связывает наша фамилия. Но это не просто так. Однажды мы пришли в клуб, нас снял какой-то мужик на Бугатти. У нас был Трисом, неплохой такой. И это нас как бы связало. Поэтому мы решили взять фамилию Бугатти. И теперь работаем, так скажем, по назначению с мужчинами. Скажите, пожалуйста, девчонкам, которые приезжают в Москву, через что им придется здесь пройти? Ну, мы скитались. Мы, можно сказать, бомжевали два месяца. Так как квартиру-то вы все-таки нашли, где угол тот самый? Да. А как нашли-то? Ну, нам сняли двое мужчин квартиру. Что ж, бесплатно прямо? Ну, да. Они нас очень пожалели. Вот. Решили помочь. Я так понимаю, у двоих мужчин просто есть цирк. И они как бы сняли вам квартиру для того, чтобы на выходных вы выступали просто на арене и как бы веселили народ. А потом брали у них народ. А хорошую квартиру-то сняли? Да, да. Нормально. Ну, в центре практически. И что, прямо и не надо было расплачиваться? Нет. 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 Да. Никак не расплачиваются. Ну, я в это тоже никогда не поверю. Ну, как мужчина снимает тебе квартиру, и ты с ним никак не расплатишься. Скажите, а это вот ваш сегодня такой праздничный наряд на выход? Ну, вот что вы так нарядились? Нет, я постоянно так хожу во что-то в чем-то ярком, необычном. А вот еще вот я прочитала в анкеточке-то. А вы что воруете, чтобы так красиво жить? Деньги, вещи. А где? Ну, постоянно так происходит, что мы кому-то на квартиру приедем переночевать. Скажите, а откуда 100 тысяч рублей в месяц, это весомый бюджет на одежда, и при этом на аренду вы не можете выделить? Нет, нет, вот она рассказывает. Да не приезжает кому-то, кто их пожалел, правильно, да? После передачи их встретит Бобик, и девочки поедут в отделение. Мозгов просто ноль. Да. И тырите там, ночью и сейфы ездят. Нормальные квартиры. Конечно же, и так денег много. Мы приезжаем только к тем, у кого... Господи, такая она мерзкая. Зачем эти губы было делать? Ну, богатенькие. Зачем? Ну, почему бы нам? Они вас где подбирают-то? Я просто вот из рук в руки. Как вы переходите-то? Ну, мы ходим в рестораны хорошие. Ну, не прям хорошие. Опускают? Конечно. Ну, у вас непотребный вид. У вас такой... Нет, это может быть стиль. Он же сейчас разный там. Стиль гламурной бомжи, я не знаю. Стиль дешевая ш**а. Стиль дорогая путана. Ну, почему? Вот у вас стиль такой дешевый американской х**ки. у обеих. Это же, наверное, тоже сознательно, да? Выбран такой. Татушки, вот эти вот чебурашки. Это не чебурашки. Это моя собака. Их называют чебурашками. Гобик. Я полностью согласна с Ларисой, потому что посмотри, во-первых, в чем она вообще пришла на телевидение. Жвачку жует. Жжет, жвачку вышла. Жениху ведет себя вообще как-то ужасно. В короткой юбке, как девочка с дороги. Вот только что вышла. Да, да. И подруга ее будет так же. А может быть, все-таки вот Человек-паук наставить на путь истинный, да? Можно сказать? Можно. Я вот прям не люблю перебивать. Мне иногда говорят, не надо, молчи. Давай. Я много сейчас хочу. Я люблю говорить много. Говори. Можно, да? Девочки. Вот вы хорошие, да? Ну, вот ваша одежда, это вызывающе, да. Да, конечно, прийти в костюмчике в 29 лет Человека-паука, это не вызывающе, понимаешь? А то, что девчонки... Вы знаете, что было видно очень хорошо? Я вам хочу сказать, что если вы вот здесь хорошие, можете на Кубань приехать, я вам помогу. В чем? Себе помогите сначала. Им даже не надо в Москве жить и воровать. Можно им бизнес помочь сделать. Чем вы? Да себе помогите, долги раздайте. А вот знаете... Женщину найдите, женитесь. Человек просто собирается кому-то помогать, а у него голая жопа, блядь. У него ничего нету, пиздец. Реально еманутый. Он реально поехавший. Ребята, блядь. Честно говоря, я не буду вашим женихом, не буду мужем. Конечно нет. Но я во многом вам могу помочь. Если мы с вами будем на связи, я... Нет, девочки, это называется, вы будете у вас выпрашивать бесплатный секс. Даже не верите, ну конечно да. Это мне не надо. Я отказываюсь даже от этого. Это что такое? Так? Ничего. Показывайте сюрприз. Ты мне нужен для сюрприза. Бесплатный секс, это не про нас. Мы только за определенные суммы работаем. Если нужен, значит нужен. Куда идем? Сюда. А куда это? Сереж, и у тебя, и у меня проблемы все в жизни из-за денег. Я хочу, хотела бы избавить этот мир от этой грязи. Хочу, чтобы ты мне в этом помог. Я чем смогу, тем помогу. Главное, со мной честно и порядочно. Серж, как тебя по-русски-то зовут? Кортье. А? Кортье. Катька, короче говоря. Нет. А что-нибудь есть от Кортье у вас? Нет, пока что нету. Только имя. А что хотелось бы? Ой, я не знаю, что такое Кортье. Мне просто слово понравилось. О боже. Дальше был какой-то несуразный номер, где просто наша подруга переодела женщину-кошку. Серега обратно вернулся в образ Человека-паука. Они напали, блять, на гуся. Забрали какие-то деньги. В общем, полный бред произошел на сцене. Естественно, Серега выбрал девственницу, и я думаю, что у них, конечно же, ничего не получится, потому что она отбитый максимально. А этой девочке я желаю поверить в себя и меньше мечтать о каких-то несбыточных вещах. С вами был, как всегда, я, Приятный Ильдар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok